Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Алексей и сегодня вашему вниманию я бы хотел представить свое новое видео, видео по игре Евротрак Симулятор 2. На этот раз это снова обзор модов и сегодня у меня появился довольно таки приличный повод для того, чтобы записать новое видео, новый обзор. Вышел мод под названием Peterbilt 351, собственно нашумел он вконтакте, то есть в нашей группе по Евротрак Симулятор 2. Мод этот все очень-очень-очень долго ждут и очень его ждут, прям вот я не знаю как ману небесную его все ожидают. Ну что ж, собственно говоря, релизное видео, если можно так его назвать, обзор, который выйдет скорее всего уже именно в тот день, когда выйдет сама модель. То есть записываю это естественно на несколько дней раньше, ну для того, чтобы проверить, все баги убрать, ну в общем, чтобы вам попала финальная версия, ну практически с минимумом там каких-то недоработок, чтобы их вообще не было, да, то есть чтобы все было доведено до идеала. Ну что ж, друзья, давайте сразу перейдем к обзору моду, то есть как вы видите, находится мод в автосалоне DAV. Вы можете его купить через онлайн, как я это делаю, либо же загнаться на там в магазин DAV, там в какой город, я не знаю, в каких городах все это есть. В общем, смотрите, ну можно и так его купить. Ладно, давайте посмотрим на модель, сразу, так сказать, буду смотреть сначала на экстерьер. Ну что говорить, здесь, я думаю, критика вообще бессмысленна, мод выполнен просто идеально. Он был собран с нуля, то есть полностью был смоделен с нуля, это не конверт с какой-то другой игры, то есть это полностью собран автомобиль по новой, то есть все колеса, рама, кабина, трубы, там не знаю, вообще все, все, все абсолютно собрано с нуля. То есть это только уже, это заслуживает слов похвалы авторам, то есть даже проработано в такой степени, что есть вот эти все заклепки на кабине, да, не говоря уже о шасси, то есть где-то вот эти все баллоны, баки там, винтики на колесах, то есть ну это все сделано очень-очень круто. И также у нас есть вот такие нью-йоркские номера. Жалко, конечно, что их снять нельзя, я бы, если честно, сделал их лучше в тюнинге в каком-нибудь, ну не знаю, так бы смотрелось, по крайней мере, как-то более целеобразно. Так, ну что ж, давайте перейдем, собственно говоря, к самой модели, посмотрим, что она с собой у нас несет на борту. Несет она у нас одну кабину, несет она у нас два шасси, то есть 6х4 и 4х2. Ну, давайте поставим 6х4, будем на этом строить обзор. Модель имеет множество двигателей, то есть мощность варьируется от 370 до 600 лошадиных сил. Ну, для правдоподобности, так сказать, я оставлю 370, так как все-таки я думаю, что в те годы, когда его делали, двигатель с 600 лошадиных сил вряд ли бы сюда поставили. Ну, хотя, не знаю, я не вдавался в историю данного автомобиля, так что просто оставлю 370. Что касается коробок передач, здесь их также много, отличаются они количеством передач, то есть у нас есть 6-передачные коробки, 10, 14 и 18 скоростная коробка. Так, ну что ж, давайте поставим 6 передач, то есть, ну, как-то я вот хочу сделать, чтобы у меня он был такой тяговитый, медленно разгонялся, ревел у него двигатель. Ну, вот я, в общем, хочу от данного мода получить именно такой эффект. Ладно, давайте посмотрим салоны. Салонов у нас здесь как бы два, но их 6 вариантов. То есть, первый у нас вот такой старый, да, более-менее, так сказать, классический, если можно так выразиться. То есть, индикацию, соответственно, да, работу навигатора, работу всех этих стрелок, педалек, ручек. Я думаю, мы проверим уже в самой игре. То есть, сейчас пока можно только оглядеться по салону, посмотреть. Ну, салон идеальный, если честно можно сказать, да, то есть у нас даже обивка дверей в 3D. То есть, не просто плоская текстура какая-то натянутая, да, а именно все вот это вот в 3D, вот эти все кубики, вот это все прошито. Ну, это все очень круто выглядит на самом деле, то есть, редко когда такие моды выходят. Ну что ж, дальше у нас есть такой вариант с решеткой. Здесь вы в салоне ничего не увидите для того, чтобы эту решетку самую увидеть, да, нам нужно переключиться на внешку, так сказать. И вот за кабину ставится вот такая вот решетка, как дополнительная защита. Далее мы можем выбрать вариант со спальником, то есть, вот такой старый салон со спальником, как видите, да, вот он у нас добавляется вот на вот это пустое место. Ну, в принципе, неплохое такое дополнение для кабины, в принципе, выглядит довольно неплохо. Ну и ничего нигде опять-таки не висит, не торчит, все грамотно, все заклепочки есть, то есть, есть даже вот этот такой узкий переход, да, своеобразный для того, чтобы попасть в этот спальник. Ну, довольно тоже интересно. Так, ну что ж, есть у нас уже такой, ну, не знаю, современенный салон, то есть, более такие прямые у него линии, может быть, это наоборот старый салон. И, кстати, еще хочу заметить, давайте вернемся, поставим вот этот салон и посмотрим на него с внешки. То есть, как видите, здесь он полностью идентичен, то есть, нет никаких различий, да, то есть, абсолютно все то же самое, что внутри, у нас и снаружи. А если мы уже выберем, соответственно, новый вариант, вот такой, да, дополнительный, то есть, соответственно, здесь все меняется, меняется сиденье, коробка, ну, весь полностью меняется салон для полного соответствия. Это тоже, безусловно, плюс, мало где такое встретишь. Ну что ж, предлагаю опять-таки вернуться в салоны, имеется здесь также вариант с решеткой, также вот она вот здесь у нас ставится, и вариант со спальником, то есть, вот так это все дело у нас выглядит. Так, ну что ж, давайте поставим, ну, не знаю, давайте поставим вот такой старый со спальником, ну, чисто такой олдскул у нас будет. Ладно, давайте теперь переключимся на покраску кузова, то есть, мы можем покрасить в любой стандартный заранее подготовленный цвет, либо загнать на СТО наш автомобиль и перекрасить его в цвет металлик, то есть, здесь есть такая функция, недавно вот в патчах было это все добавлено, то, что можно красить машину в металлик, и здесь это, безусловно, есть, то есть, вы загоняете в ваш автомобильный СТО, выбираете пункт покраска, листаете в самый низ, и видите там пользовательский цвет металлик, и там же комбинируете, как вам удобно, но, в принципе, в металлике машина выглядит довольно неплохо, то есть, все так грамотно наложено, нигде ничего не кривит, тени нигде не выпирают, ну, все очень круто. Так, ну что ж, давайте оставим вот такой красный, чисто петербилтовский цвет, посмотрим на аддоны теперь, давайте спустимся к колесам, то есть, у нас всего здесь два варианта, называются они P351 Chrome и просто P351. Собственно, отличие Chrome от простого, вы видите сами, да, то есть, если мы выбираем Chrome, диски хромированные, здесь они просто матовые. Ну что ж, давайте выберем Chrome, я думаю, будет смотреться довольно круто. Ну и сзади, соответственно, это все то же самое. Вот эти колеса ничем не отличаются, то есть, я пробовал менять, в принципе, отличий никаких, я думаю, что можно сказать авторам, чтобы из прописки это все, не дело, удалили. Так, ну что ж, будем подниматься выше, посмотрим, что у нас спрятано здесь. Здесь у нас спрятаны вот такие вот крылья из резины или пластика, это что я такое, я не знаю, но больше похоже на резину. Ну, оставим, в принципе, довольно такое неплохое дополнение. Так, давайте теперь переключимся на бампер, будем постепенно подниматься вверх, у нас 4 бампера. Вот такой вот у нас есть замечательный бампер с вот этими дополнительными рогами. Здесь я поначалу думал, что будут какие-то там, не знаю, поворотнички, либо что-то гореть при включении света, но, как видите, здесь абсолютно ничего не происходит. Просто для красоты чисто сделано. Вот это второй вариант бампера, чисто такой силовой, я думаю, подойдет идеально для сцепки с какими-нибудь такими суровыми прицепами, да, типа там самосвал или еще чего-то такого. Ну, в общем, я не знаю, как выразиться, но более так похож на какой-то карьерный такой суровый вариант, да, то есть, где вот нам нужно именно пробираться через такие терни. Ну что ж, третий вариант бампера, ну, то есть, вот такие вот скошенные углы, и чисто вот такая вот рельса здоровая. Так, ну что ж, ну, давайте выберем вот такой, который стоял, в принципе, бампер довольно неплохой. Посмотрим, что у нас есть на решетке радиатора, есть такая вещь под названием тряпка. Вот так вот она выглядит. Выглядит, так же сказать, хочу довольно неплохо, то есть, ну, издалека даже если смотреть, то похоже на реальную. То есть, идеально будет ставить, конечно, вот эту тряпку, когда выйдет хороший зимний мод. То есть, безусловно, это будет добавлять атмосферности вашим скриншотам, вашим видео. Безусловно, все будут делать скриншоты, если еще и выйдет хороший зимний мод и поставить вот эту тряпку, ну, прям будет вообще супер-супер-пупер. Идеальный прям скриншот получится. Ну, а пока у нас осень, зима очень сильно так не наступила, толком-то нигде, будем пока эту тряпку убирать. Дальше поднимаемся выше, то есть, мы здесь можем также поставить дополнительные зеркала. Так, сейчас, секундочку, все это дело нашел. Ну, вот так вот эти наши зеркала выглядят. В принципе, я еще раз повторяю, всегда, когда делаю обзор на Америку, я всегда говорю и советую, что лучше все-таки вот эти дополнительные зеркала ставить. Ну, простой пример опять-таки буду приводить. То есть, даже сейчас у нас видно, что это дефолтное положение камеры, которое было настроено в данном моде. То есть, у нас левое зеркало, совсем не видно ничего в нем. То есть, ну, вообще, как бы вот бесполезно смотреть, камера вот так прямо стоит. Те, кто еще любят ездить там ближе, ниже, там, да, сейчас, тем более, добавилась функция регулировки сидения в игре, да, с последними патчами. Я, если честно, тоже, да, стараюсь ближе к рулю как-то камеру двигать. И тогда вот левого зеркала просто не видно. Вот где-то до уровня стойки я подвигаю камеру. Мне кажется, так более как-то круто все это дело выглядит. И вот эти дополнительные зеркала, они здесь, ну, как нельзя кстати. Единственный минус, вот именно в данном салоне, который я заметил, да, то есть, если вы обратите внимание на правое дополнительное зеркало, там практически ничего не видно из-за вот этого провода рации. Не знаю, вряд ли это, наверное, уже будет как-то исправлено, но если даже ближе двигать камеру к рулю, то она там вообще все перегородит. И, собственно, не знаю, придется как-то вам вертеть камеры, либо на этом салоне, собственно, вообще не кататься. Ну, вот это для меня чисто это чистая недоработка. То есть, вам может покажется это нужным, как-то вот, я не знаю, но вот мне лично вот эта тема мешает. Я бы как-нибудь ее там на другую сторону, допустим, перекинул эту рацию, так как вот это зеркало все-таки закрывается. Так, ну что ж, давайте смотреть, что у нас здесь есть еще. Вот это у нас практически все относится к салону. Это мы уже с салона будем ставить. Что касается крыш. Давайте посмотрим, что у нас есть на крыше. То есть, есть у нас вот эти две замечательные точки, на которых мы можем поставить вот такую дуделку и вот такой свет. Он также без проблем работает. Ну, я думаю, что целесообразно будет увидеть здесь больше дуделки, чем фонари. Дальше мы можем поставить кондиционер. Также два варианта, простой и хромированный. Ну, я думаю, он здесь не нужен, уберем. И еще одно хочу такое сделать примечание. Да, у нас здесь можно поставить крыло, антикрыло. Для того, чтобы его поставить, нужно выбрать вариант салона со спальником, чтобы у нас вот эта будка сзади появилась. Иначе этого антикрыла просто-напросто не будет, да, то есть оно только к нему привязано. То есть, вот такие два варианта, хром и вот просто такой пошорпанный металл. Ну, я даже не знаю, давайте уберем. Я не люблю вот эти лишние навесы. Так, дальше у нас зеркала, единственный хром. Так, есть еще возможность установки вот такой замечательной защиты, да, вот этой вот решетки, которая остается с салона. Можем дополнительно за спальник закинуть. Так, ну, здесь, соответственно, сам спальник. И глушители. Находится эта точечка примерно вот в этом месте. Четыре варианта у нас труб есть. Вот такой, вот такой и вот такой. Ну, в принципе, не знаю, давайте оставим вот такие ржавые трубы. Думаю, смотрится довольно неплохо. Ладно, давайте перекинемся в салон, посмотрим, что у нас здесь есть из тюнинга. Так, если мы кликнем сюда, мы увидим установку вот такого рупора. Посмотрим, ниже мы можем поставить еще одну рацию, вот такую замечательную. Сумку сюда мы можем поставить. И пушку. Ну, дробовик, собственно говоря, да. Сразу хочу сказать, что на другом варианте салона тюнинг абсолютно идентичный. То есть, все то же самое. Никаких других деталей там нет. То есть, абсолютно то же самое. Музыка, сумка, пушка и рупор. То есть, больше там ничего нового вы не найдете. Ну что ж, друзья. Я думаю, на этом можно с осмотром внешки закончить. Тюнинг я вам весь показал. В следующей части видео, уже по традиции сложившейся, да, я хочу показать вам работу анимации. Показать, точнее, ну как показать, не знаю, как выразиться даже. Предложить вам послушать звуки, наверное, так будет сказать корректнее. Предложить послушать вам звуки, показать работу фар. Как это все дело у нас работает, как крутится руль. Ну, в общем, все это увидите уже буквально через пару мгновений. Итак, дорогие зрители, вот, собственно говоря, я и очутился в игре возле своего замечательного гаража в городе Париж. Давайте еще раз посмотрим на наш грузовичок. Ну, в принципе, никаких отличий вы здесь уже не найдете, да, в сравнении с тем, что я показывал там буквально пару минут назад. Единственное, что можно просто приблизить, посмотреть на заклепки, как это все выполнено. Все полностью в 3D, нет никаких плоских текстур, все запечено, все очень круто. И также у нас добавляется такой замечательный номер на образговик. Единственное, что я его не обнаружил нигде спереди. Ну, не знаю, может быть, это как-нибудь поправят в следующих патчах. Ну, что ж, давайте, наверное, перекинемся пока в салон. Здесь установлена шагающая камера. То есть, что это значит? Мы можем просто вот так вот мышку вправо вращать, вращать, вращать. И очутимся мы на пассажирском сидении. Собственно, можем вот так вот оглядеться со стороны, да, посмотреть на водительское место, заглянуть в спальник, как туда вообще пробраться, да. То есть, спокойно туда раз, залетел и все. Но, возможности залететь камеры у нас туда нет. То есть, шагалка только такая, в две ступени, так сказать. Ну, в принципе, довольно неплохо. Давайте заведем двигатель. То есть, как видите, как мы только заводим двигатель, у нас сразу приборная панель вся оживает, поднимаются все стрелки, загораются лампочки, включаются тумблеры. Все это, безусловно, очень круто. Давайте повертим рулем. Ну, наверное, лучше будет посмотреть с водительского места, да. В принципе, никаких лишних колебаний нет во вращении руля. Да, то есть, все крутится довольно-таки ровно, без каких-либо рывков. Ну, грубо говоря, все идеально. Ладно, давайте посмотрим зеркала. Ну, вот, учитывая специфику труб, можно зеркала все-таки как-то немножко подстроить, да, так как они навязчивы. Вот, особенно в левом зеркале это видно, как они у нас прям-таки навязывают на них посмотреть. Ну, если зеркало чуть-чуть просто отвернуть, получается, куда влево, да, то у нас все будет нормально. Так, ну, в дополнительное, да, так же видно. Ну, вот, все-таки мешает вот этот шнур. Я говорю сейчас про правое зеркало дополнительно. Все-таки мешает немножко он. Ладно, давайте посмотрим на освещение в салоне. Наверное, будет выгодным более поставить ночь, да, посмотреть на это все дело. Включаем свет. То есть, как видите, полностью идет вся подсветка приборов. Это, безусловно, плюс. Включаются вот эти все тумблеры. Дальний свет. Аварийечка. Так, ну, это у нас, когда мы включаем ручник, загорается вот эта красная лампочка. И, соответственно, вот этот вот желтый рычажок у нас, как видите, тоже ездит. Так, ладно. Ставим снова день. Выключаем все это дело. И давайте посмотрим снаружи на все это дело. Как у нас это все работает. Аварийка. Задний свет. Ручник. Ближний. Точнее, габариты ближний. Ну, и дальний просто там фары ярче становятся. Ну, и, как видите, у нас вот эта вот индикация поворотников. И, когда включаем ходовые огни, у нас включаются оранжевые на кабине и на воздухозаборниках. Ну, все довольно круто. Итак, друзья, сейчас я замолчу буквально на несколько мгновений и проедусь по территории данного гаража. Предлагаю вам, собственно говоря, послушать звуки. Продолжение следует... Ну, вот примерно вот такие звуки. Звуки ненавязчивые. Звуки серьезные. И также я хочу ваше обратить внимание на то, что у нас именно вот в этой комплектации, в этой салоне, да, смотрите, есть у нас бортовой компьютер. Он расположен вон там сверху, там показывается передача и текущее время. Ну, время там не совсем видно. Даже вот, наверное, вот под таким углом все-таки как-то можно более-менее его еще рассмотреть. А если так смотреть, то уже ничего не видно. Ну, и если переметнуться, то, соответственно, так же ничего мы там не видим. И текущая передача, то есть, которая у нас составлена, вот третья, первая, задняя, вот это все дело у нас меняется. Ну, что ж, не забыл я проверить клаксон. Давайте сейчас я на него нажму. Ну, из салона, соответственно. Так, друзья, дворники. Здесь у нас установлены вот такие дворники, более нам уже привычные, да, но, видите, все-таки небольшое здесь божок есть, да, все-таки немножко по-другому дворники работают в салоне и немножко по-другому дворники работают снаружи. Здесь есть такое несоответствие, да, согласен, возможно, это исправится. Но если мы выберем тот второй салон, то дворники там будут работать абсолютно так же, как и с внешки. Думаю, это все дело поправится. Ну, посмотрим, в общем. И теперь я предлагаю включить дождичек, наверное, давайте включим. И включим дворники наши замечательные. Посмотрим, стирают ли они все с лобового стекла. Да, в принципе, капельки у нас стираются. Это, безусловно, также плюс. То есть, не бойтесь того, что у нас идет такой рассинхрон с дворниками. Ну, я думаю, что все-таки, да, это все дело поправится, так как оставлять такой бак, я думаю, не имеет смысла. Ну, как видите, да, дворники все спокойно стирают. То есть, и на боковых окнах тоже капли есть, вниз они стекают, так довольно красиво. Ладно, включаем. Включаем солнышко. Как хорошо, да, команду вел, включил солнышко, включил дождь. Хорошо, красота. Ну, что, друзья, вот, в принципе, наверное, на этом и все. Я думаю, что обзор на данный мод можно считать законченным. Да, безусловно, есть пока что некоторые баги, но я думаю, это до релиза все исправится. Напомню, что у меня как финальная версия, но некоторые баги все-таки на ней еще присутствуют. На этих багах я, безусловно, буду отчитываться. И я думаю, что все-таки это все поправится, и у вас будет на руках один из, наверное, лучших модов петербилтов вообще, которые сейчас есть для ЭТС. Насколько я знаю, сейчас данного мода, вот именно 351-го петербилта, нет вообще. То есть, есть петербилты разные, но вот именно у такого старого, со своим салоном, со своими звуками, да, вот, именно вот, все вот это вот, внешка именно грамотная, которая должна быть. Таких модов, я думаю, все-таки нет, и остались такие грузовики, лишь только там 18 стальных колес, по-моему, самый первый такой был, и в путешествия по Америке, или как-то так он назывался, в общем, там он тоже был. Ну что, друзья, вот и все, я думаю, вам данное видео понравилось, если это действительно так, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями, раскидывайте его во все группы, в которые знаете, на все сайты, которые знаете. Это мне очень поможет, пожалуйста, ставьте лайки, это действительно меня стимулирует на то, чтобы делать еще больше роликов. Но на этом все, с вами был я, Алексей, желаю вам всем хорошего настроения, всем удачи и пока!